приветствую дорогие друзья сегодня у нас на ремонте macbook pro 13 2018 года с вот такой интересной неисправностью ко мне пришел и точнее с этого все начиналось смотрите я надавливаю на уголки macbook когда он лежит просто на ровном столе и видно что он лежит по сути ну так сказать на пузе лежит то есть при надавлении на уголки ощущается что он перекатывается с одного угла на другой соответственно там сдута батарея и сдулась она примерно через полгода год после покупки этого макбука и все бы ничего владелец дальше пользовался бы макбуком но последнее время начали проявляться другие неисправности возможно связанные как раз таки с аккумулятором то есть он перестал заряжаться и перестали адекватно работать юсб thunderbolt порты собственно через которые осуществляется зарядка в общем принято решение его разобрать ничего сложного в этом нет у нас всего лишь 6 винтиков нужно открутить медиатором поддел боковые части и снял крышку движением вниз никаких проблем с разбором не возникло а у нас небольшой экскурс по внутреннему миру макбука собственная система охлаждения у нас распаяны различные чипы чипы оперативной памяти ssd накопитель все распаяно никакого апгрейда никакой замены ничего толком сделать невозможно сам аккумулятор выглядит вот таким образом состоит из 6 ячеек литий полимерных и сейчас мы его будем демонтировать и ставить новый первым делом необходимо снять пластиковую накладку которая закрывает собственно шлейфа дальше необходимо отсоединить шлейф и открутить болтик ничего в этом нет сверхъестественного единственное что нужно делать все аккуратно чтобы этот шлейф не порвать потому что не знаю зачем но его вот таким сделали собственно ничего сложного опять-таки в этом нет дальше снимается накладочка удерживающая шлейф она изначально держится на двух винтиках и шлейф убирается в сторону теперь необходимо снять сам аккумулятор для начала я попытался это сделать медиатором медиатором ничего абсолютно не получилось потом я попытался это сделать достаточно толстыми пластиковыми вот такими лопатками они не предназначены изначально для ремонта в общем таких неисправностей для демонтажа вздутых аккумуляторов но ничего лучше под рукой не нашлось потом я нашел вот такую пластиковую карту у себя в кошельке и решил что эта карта поможет и собственно так получилось собственно этой картой и получилось расклеить собственно аккумуляторы от корпуса там находится двухсторонний скотч сейчас мы его будем видеть после демонтажа аккумулятора вот такими движениями влево вправо влево вправо и получилось собственно подрезать этот скотч времени потребовалось минут пять десять карточка немножко пострадала конечно но ничего страшного самое главное что результат достигнут аккумулятор вынимается без проблем все ячейки в равной степени примерно вздуты нет какой-то целой нет какой-то сильно вздуты примерно одинаково они все сдулись на самом корпусе остаются остатки от двухстороннего скотча их необходимо удалить при желании но при желании можно оставить собственно распаковываем новый аккумулятор он из китайского разумеется происхождения оригинальный стоит примерно как четверть этого макбука нового поэтому нет смысла наверное оригинально ставить все прекрасно подошло все прекрасно установилась необходимо теперь закрутить обратно болтик поставить обратно шлейф прикрутить крышечку которая удерживает шлейф длинный вот этот шлейф дальше необходимо приклеить обратно защитную крышечку пластиковую и теперь самое интересное необходимо закрыть эту металлическую крышку обратно на ней имеются вот эти металлические выступы и они должны заходить в пазы то есть ее не надо просто положить сверху ее нужно положить и задвинуть вниз. Достаточно жестким грубым движением задвинуть вниз. Но самое главное, чтобы она лежала идеально ровно по отношению к левой стороне и к правой стороне. Иначе вы их скорее загнете, чем задвините на место. В общем, при определенной сноровке ничего сложного не возникает. У нас еще прогинается эта крышка, но мы забыли защелкнуть боковые части. То есть у нас имеются там защелки с одной стороны и защелка с другой стороны. Вот достаточно сильным ношатием они защелкиваются и все. Все усаживается на место. Теперь крышка практически ровная. Но учитывая то, что она длительное время находилась под изгибом, возможно алюминий все-таки деформировался. Но после закручивания никаких проблем не оказалось. После сборки MacBook себя прекрасно чувствует. Уже нет, переваливается на пузе, не лежит на пузе. Все прекрасно запустилось, естественно после подключения зарядного устройства. Система отображает у нас количество циклов зарядки 0. Емкость аккумулятора у нас 5047 миллиампер. В принципе, как и родной. И заряд у нас 53%. Что касательно стоимости данного ремонта. Если это все пришлось бы делать в авторизованном сервисном центре, данная замена естественно не по гарантии. Это не гарантийный случай. Уже не гарантийный случай, потому что гарантия закончилась. Данный ремонт обошелся бы около 20-25 тысяч рублей минимум. Что касается того, во сколько обошелся ремонт. Ну, смотрите. Аккумулятор стоит около 6 тысяч рублей и пару тысяч рублей за замену. В общем, как-то так получается. Что вы думаете по этому поводу, напишите в комментариях. А если это видео было для вас полезным либо интересным, вы знаете, что делать. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok